Завершился процесс формирования Молодежного совета при главе города Лобня. Подробности в репортаже Ларисы Паниной. Из подавших заявлений на участие в конкурсе 23 человек в соответствии с положением о совете, оргкомитетам были предложены 15 юношей и девушек. 8 человек, не вошедших в состав совета, было решено считать резервом и не отказываться от участия молодых активных ребят в инициативах новой молодежной общественной организации. На своем первом организационном заседании совету предстояло избрать председателя и двух его заместителей, секретаря, сформировать постоянные рабочие группы совета, выслушать предложения по плану работы. Открыл первое заседание глава города Николай Гречишников, по инициативе которого и был создан совет. Моё кредо такое, что всё-таки не подтаскивать кого-то под мои взгляды, под мои тщания, под мои убеждения, а наоборот вести равноценный и полноценный диалог с учётом, прежде всего, интересов молодёжи. Задача у вас, у всех, такая вот, самое главное, это вот весь спектр, весь формат вот тех потребностей, тех, что сегодня существует в молодёжной среде, максимально их охватить. Молодёжный совет призван прежде всего объединить молодёжь, образно говоря, от 14 и старше. Понять, какие молодёжные, неформальные движения и организации есть в городе, не забыть школьную молодёжь и молодые семьи, определить, какие проблемы их сегодня волнуют, в какой помощи нуждаются. Молодёжный совет должен стать лидером в организации полезных и интересных для молодых людей дел. Может, и таких, какие в городе, ещё не практиковались, ведь инициативы, энергии, свежего взгляда на окружающий мир молодёжи не занимать. Конечно, это не должна быть работа какая-то бумажная, мы всё-таки все молодые, полны сил, энергии, у нас есть возможности для этого, есть энтузиазм, у ребят горят глаза, я это вижу, это очень приятно. На самом деле, видите, я думаю, что нужно действительно делать реальные дела, помогать ветеранам, помогать ребятам из неблагополучных семей, помогать ребятам, у которых есть какие-то конкретные интересы, это спорт, культура, творчество какое-то, это какие-то неформальные движения, это байкеры, ребята, которые занимаются паркуром или граффити, потому что, ну, это всё интересно, и нужно действительно делать реальные дела. Следуя повестке дня, совет избрал председателем Валерию Шмелёву, её заместителями Александра Цикорина и Екатерину Шибанову, секретарём Ирину Кольцову. Было определено количество рабочих групп. В каждую из пяти групп войдут по три человека. Я думаю, самое главное, это первое, это собрать всех, второе, это решить, какие у нас проблемы актуальны, какие неактуальны, и третье, их решать. Решать – это уже вопрос в составе молодёжного совета. Мне, как школьнику, кажется, самое сложное будет влиться в этот коллектив, как студентов, более взрослых людей, так как критерии отбора были также сложные, и непосредственно будет сложно понять свою роль. Самое трудное – это начать. Наша молодёжь сейчас очень противоречивая, и очень много таких аспектов, которые они не хотят выносить как бы на всеобщее обсуждение, но при этом хотят, чтобы им помогли. И я надеюсь, что мы создадим всё-таки этот диалог между нашим молодёжным советом, молодёжью, и постараемся услышать, что они хотят, и постараться решить. Окончательно утвердить направление работы групп, их состав и план работы предстоит в начале февраля. Сейчас на первом плане нам нужно организовать работу общественно-приёмную, она, скорее всего, будет в электронном виде, то есть наладить диалог с молодёжью, чтобы нам понять вообще, какие есть проблемы, какие задачи перед нами в первую очередь стоят. Сейчас ребята определятся, в какие рабочие группы они хотели бы входить, определятся по своим интересам, и там уже будут предлагать какие-то акции, мероприятия, которые бы они хотели провести в городе. Ну, сейчас у нас на первом плане стоит среди акций – это организация волонтёрского движения и добровольческого. В добрый путь, молодёжный совет.